Завершено создание Конституционного комитета Сирии. Завершено создание Конституционного комитета Сирии в стране и активно продолжается процесс восстановления инфраструктуры. Конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели, сообщил генсекон Антонио Гутириш. Я рад объявить о соглашении между правительством Сирийской Арабской Республики и Сирийской комиссией по переговорам о заслуживающем доверия, с балансированным и инклюзивным Конституционным комитете, который будет поддерживаться ООН в Женеве, заявил Гутириш в понедельник. Комитет соберется в Женеве. Мой спецпосланник по Сирии Гейр Педерсин. Пред, содействовал соглашению в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2254 и созовет Конституционный комитет в ближайшие недели, добавил генсек ООН. В беседе с журналистами он подчеркнул, что ценит дипломатическое участие правительств России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения. Гутириш отметил, что верят в то, что создание комитета может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев. Этому заявлению предшествовала встреча министра иностранных дел Сарвалида Муалема и спецпосланника ООН Гейра Педерсина в Дамаске в понедельник. В ее ходе дипломаты достигли окончательной договоренности по составу, а также механизму функционирования Конституционного комитета Сирии. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в Конституцию Республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе Сирийского национального диалога. Предполагалось, что в комитет должны были войти 150 человек, соответственно по 50 делегатов от властей САР, оппозиции и гражданского общества, а каждая из трех групп назначит по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями. В 345 населенных пунктах На территории 10 провинций САР в 345 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению и ремонту. В числе строительных объектов 2653 жилых дома, 219 школ, 166 дошкольных учреждений и 228 медицинских учреждений, 190 хлебопекарен, 203 электроподстанции и 266 водонасосных станций. Генеральная строительная компания САР, как сообщил информбюлетень Российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, реализовала 6 миллионов 7,4 миллиона долларов, выделенных в текущем году на реконструкцию инфраструктуры и социальных объектов в провинции Тартус. В рамках программы завершается возведение промзоны в Дурейкиш, 20 километров восточнее провинциального центра, двух плотин в Бенен-Ней-Айнд-Лайма, 30 и 35 километров в северо-восточнее Тартусе, а также ремонт ряда медицинских и школьных учреждений. Всего с 18 июля 2018 года восстановлены 900 образовательных и 200 медицинских учреждений, отремонтированы 1089 километров автомобильных дорог, проложены 1009,5 километра линии электропередачи, введены в эксплуатацию 171 объект водоснабжения, 249 хлебопекарен, 723 электроподстанции. Только за понедельник восстановлены 5 жилых домов, 2 в населенном пункте Эль-Харак, провинция Дыра, в Гарифе, провинции АЭС Сувейда, 3, детский сад в Нафе, провинция Эль-Кунейтра, хлебопекарня в Джебабе, провинция Дыра, и электроподстанция в Хвейте, провинция Хама. А в Тадморе, провинция Хомс, на днях сданы в эксплуатацию две средние школы, рассчитанные на 300 учеников. В Сирии восстановлены 900 образовательных и 200 медицинских учреждений. Помощь из России Представители ведущих религиозных организаций России решили оказать поддержку восстановлению общеобразовательной школы в Дамаске, пострадавшей в ходе войны. Члены делегации из России совместно с христианским и мусульманским духовенством Сирии осмотрели территорию, разрушенные классы школы и определили фронт работ. Часть из них уже началась за некоторое время до прибытия делегации в рамках освоения первого транша средств, привлеченных для этого проекта рабочей группой, сообщила пресс-служба отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Эта школа станет первым пилотным объектом, который начали восстанавливать при поддержке российских религиозных общин христиан и мусульман. Средства для финансирования привлекаются российскими христианскими и мусульманскими общинами и благотворителями, а сами работы осуществляются силами сирийских строителей. Проект по восстановлению сирийских учебных заведений был инициирован, поясним, патриархом Московским и Всеруссии Кириллом. Собирали деньги как среди прихожан Русской Православной Церкви, так и среди католиков, христиан-пятидесятников, адвентистов, верующих Армянской Апостольской Церкви и в мусульманских общинах разных регионов России. В частности, немало средств пожертвовали верующие Башкортостана. Не остался в стороне и соседний Татарстан. До войны в этой сирийской школе обучалось более тысячи детей, однако с началом боевых действий район Восточная Барза, где располагается учебное заведение, оказался под контролем антиправительственных сил, а после освобождения пригорода Дамаска в здании школы временно размещали беженцев. По нам часто стреляли из минометов, рассказал журналистам школьник Али, показывая пальцем на изрешеченный дом. Таких зданий в пригородах Дамаска еще много с изуродованными фасадами, выбитыми окнами и наспех заделанными дырами от мин. Несмотря на угрозу для жизни, люди не покидали жилищ. Взрослые ходили на работу, дети посещали занятия в школе. За годы войны, по данным Министерства образования САР, разрушена почти половина школ страны свыше 10 тысяч. Восстановили пока лишь незначительную часть у правительства страны не хватает ресурсов, а западные санкции мешают ускорить восстановление экономики и пополнение бюджета. Провокации продолжаются. На территории Эдлибской зоны деэскалации ситуация существенных изменений не претерпела. Линия фронта стабилизировалась. Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах. Процессу национального примирения и сохранению территориальной целостности Сирии не способствуют действия США и некоторых их союзников в регионе. Так, боевики поддерживаемой Центральным командованием Вооруженных сил США группировки Джейш-Магавира-Ассаура, окопавшейся в зоне Танф, недавно отчитались в интернете об очередном совместном учении с военнослужащими стран Международной коалиции. На опубликованных фотографиях показан принимавший в нем участие ударный вертолет А-64. АПАЧЕ Представитель группировки утверждал, что учение направлено на сдерживание ИК в районе сирийско-иракской границы. В заяврате, несмотря на протесты со стороны законных властей САР, во вторник проведено 2-е американо-турецкое наземное патрулирование в рамках мероприятий по созданию безопасной зоны на севере Сирии к востоку от Ефрата. Первое наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и бронетехники состоялось 8 сентября. В этом же ряду явных нарушений суверенитет САР и действий неизвестных летательных аппаратов, которые наносят ракетно-бомбовые удары по объектам у города Абу-Камаль, провинции Адей-Рез-Зор, недалеко от сирийско-иракской границы. Таким же нападением периодически подвергаются позиции шиитского ополчения Хаш-Таш-Шаби, народные мобилизационные силы, в провинции Анбар в Ираке. Императивы международного права, заметим, предполагают, что сирийская провинция Идлиб, которая сейчас находится под контролем неправительственных формирований, должна быть освобождена. Это очевидно для экспертного сообщества, ибо на постулате суверенности признанного международным сообществом государства базируется уже несколько веков международное право. На то, что Сирия является суверенным государством, обратил внимание в беседе с журналистами во вторник в Дамаске и министр муниципального управления и экологии Сар-Хусейн Махлюв. В свою очередь начальник военно-политического управления вооруженных сил Сар-Бригадный генерал Хасан Хасан подчеркнул, что Идлиб – это сирийская земля и сирийская провинция. По его словам, президент Сар-Башар Асад всегда подчеркивал нежелательность военного решения для сирийского кризиса. Николай Пальчиков, «Красная звезда». Николай Пальчиков, «Красная звезда».